Продолжаем проходить Нексамонов. В предыдущей серии мы смогли пройти через джунгли, найти скрытую деревню, это было на удивление легко, правда? И сейчас мы, кажется, уже готовы идти в более опасное место, нам нужно подниматься на вершину дерева, где явно произойдет что-нибудь очень пафосное и серьезное. Но сначала хорошая новость. Я поймал последнего шестого стартера, причем это опять заняло всего-то минут пять. То есть, вот этот несчастный котенок меня заставил париться больше, чем все остальные стартеры вместе взятые, по факту. Он, конечно, тоже на высоком уровне, и тоже его нужно эвольгнуть прямо сейчас, что мы давайте сразу же и сделаем, пожалуй. Тогда у нас вся команда будет из стартеров второго уровня. Кусь. Ну, кстати, хорошая такая русалочка была. Готово. Хорошо, начинать очередную серию сразу же с эволюции. Прям чувствуешься, прям чувствуешь, будто ты сам становишься тоже на уровень выше. Хотя кого я обманываю, наоборот, с каждой серией я только больше выматываюсь. Сегодня это уже четвертая серия, поэтому я, да, слегка могу заплетаться, уж извините. Но главное, очередная радостная новость, очередная радостная эволюция, которая будет у нас чисто так в компаньоне. Поздравляем! Ваш Петрилл эволюционировал во Фрилью! Рой Петрилл? Хе-хе-хе-хе. Так, ну вот. Теперь у нас вся команда состоит из второго уровня. И причем двое практически готовы уже к финальной эволюции, только вот этих троих придется еще отдельно прокачивать. Но я это сделаю между сериями, разумеется. И в следующей серии они у нас все одновременно эволюют еще раз. И это будет последний раз, когда они эволюционируют и становятся максимально крутыми и пафосными. Так, ну это все потом, конечно. Я с чего сюда вернулся? Я забыл сходить направо, там, вон, видите, размилка, которую можно иногда вот так вот случайно проглядеть, и не увидеть, что сюда можно еще зайти куда-нибудь дополнительно и что-нибудь стырить. Но дешевые зелья уже в середине игры-то как-то мелковато, вам не кажется? Чужаки, будите немедленно! Эту табличку поставили в тупике, где больше-то идти некуда. Гениальная логика у этих дикарей. Ну ладно, делать тут больше нечего. Давайте-ка сразу же отправимся к нашей цели. Также в предыдущей серии мы нашли репеллент, и я думаю, сейчас уже как раз хороший повод его задействовать. Конечно, спасибо разработчикам за то, что они его все-таки добавили из донатного магазина. И теперь нам больше не нужно будет проходить через пещеры и постоянно там драться на каждом шагу с кем-то. Даже наоборот, теперь все будет просто. Тем более, что это дерево технически тоже является пещерой, и Нексамоны там нападают постоянно. Так что придется нам использовать этот репеллентик, чтобы пройти через дерево без лишних столкновений. Вот так. Спокойно и... Мирно. И музыка здесь соответствующая, спокойная и мирная. Само дерево, как вы можете увидеть, конечно, чисто символическое. Там по-прежнему плоская текстурка, и мы бегаем по таким же плоским дорожкам-веткам. Но ничего, выглядит все равно красиво и симпатичненько, я считаю. Пусть даже сам Атлас заметил, что это как-то неестественно выглядит это дерево. Хе-хе. Блин, прям даже непривычно. Мы просто спокойно идем, а никто нас не останавливает, представляете, да? Получается, мы сейчас буквально за пару минут пройдем это дерево, и сразу же окажемся в следующей сюжетной сцене. Но опять же, жаловаться нет смысла. Если я выключу репеллент, то нам будут тут на каждом повороте доставать дикие Нексамоны, это неудобно. Эй, Дина. Да? Кто этот Вентра вообще? О, точно. Вентра это мифический Нексамон. Легенды говорят, что король Нексамонов, Омникрон, имел семеро детей. Вентра из ветра, фона из огня, грунта из земли и так далее. Их отец, Омникрон, приказал уничтожить человечество. Так что семеро мифических Нексамонов устроили огромную войну. До тех пор, пока легендарный мастер Нексамонов, Ульзар, не победил каждого из семерых мифических Нексамонов навсегда. Говорят, что это то самое древо, где Ульзар превзошел Вентру. И что случилось с Омникроном? Ульзар и Омникрон устроили финальную битву. И, конечно, мастер Ульзар победил. Вот как он спас мир. Он стал самым первым Нексалордом в истории. Круто, а? Этот мужик Ульзар действительно крутой, а? Ладно, передышка окончена. Давайте двигаться дальше. Неплохое место, чтобы рассказать часть лора, правда? Прямо посреди дерева, потому что хорошо, что мы избранный, который не падает с веток вниз, потому что такой механки непредусмотрено. И, кроме того, может еще и подлетать на паутинке. Если здесь такая паутинка, то как же выглядят паучки, которые ее сплели? Ну, в принципе, мы и так уже видели парочку паучков, поэтому вы можете сразу представить. И, кстати, здесь нет ни одного предмета вообще. Просто пустые ветки, кажется. Наверное. Надеюсь, я не упустил какую-нибудь искорку на предыдущих ветках, то мало ли. Но, насколько я помню, здесь ничего нет. Просто пустота. Мы, видимо, это место специально сделали так, чтобы мы чисто по-быстрому его прошли. И мы это сделали. И угадайте, что же сейчас начнется? Ой-ой. Ох, привет снова. Давно не виделись. У меня дела в порядке, кстати. Смотритель Римус уже не так хорошо. Радуйтесь. Теперь сегодня я в хорошем настроении. Не только я смогла поймать этого ученого. Но я также избавлюсь от двух больших неприятностей. На что ты пялишься, урод? Ты не обдуришь Хана. Что? Ты не настоящий человек. Не человек. Не человек. Ну что ж. Я. Мне не стоило ожидать чего-то меньшего от спиритуального смотрителя вроде тебя, Хан. Я обычно этого не делаю. Вот дружески... дружеское слово совета, парень. Не упадись, дерево от страха. А вот и рейк ваза. Вентра! Эта штука разве не должна быть дохлой? Дина? Я не понимаю. Этого не может быть. Свободная от цепей Ульзара. Второе дитя Омникрона возрождено. Я Вентра из... Ветра. Узрите и преклонитесь, жалкие смертные крысы. Потому что это я, императрица небес. Отличная обложка для видео. Беги, дитя. Хан остановить могучую Вентру. Я должна избавить этот мир от потомков Ульзара вновь. Что же нам делать? Не может быть, чтобы мы смогли убежать от этой штуки. Мы можем только сражаться. Мы должны выиграть. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вы разделяете великую глупость Ульзара, мои дети. Вернее, мое дитя. И сейчас ты разделишь и его судьбу. Пойдем. Ой. Кажется, кто-то немножко переносил. Перекачался. Не правда ли? Ну. Простите, я случайно. Я не хотел ее так быстро убивать. Ну, сейчас, наверное, кажется, что она лежит у нас перед ногами. И мы гордый победитель. Не правда ли? Или... Или мы сдохли. Потому что это очень логично. Ты глупец. Спасибо, Вентро. Подожди еще немножко там, да? Эй, что происходит? Какого фига мы же ее победили? Эй, разрабы, так нечестно. Ну что, зря перекачивались? Видимо, да. Точки, точки, точки. Эй, просыпайся же. Или меня точно распотрошит за это. Ну, вернее, разберет. У меня есть идея. Наксалорд здесь! С возвращением. Он же маленький тролль. Да, ты все еще в мире живых. Ты спасен. Смотритель Хан спас нас от Надин. Хан использовал заклинание телепортации. Мы в безопасности. Пока что. Не могу поверить, что мы действительно увидели Вентру. Она была уничтожена Ульзаром столетия назад. Слушай, Хана. Хан не имеет все ответы. Мы мир в ужасной опасности. Наследие Ульзару... Наследие Ульзара в ужасной опасности. Вы должны поговорить с мастером мастеров. Вы должны поговорить с самим Ульзаром. Эм... Как долго ты застрел... Как долго ты был в этих чертовых джунглях? Этот парень уже не с нами. Говорите с духом мастера Ульзара. Эм... Смотритель этого места. Спиритуальный мастер. Она бывший ученик Хана. Ну, почему бы тебе не призвать дух Ульзара тогда? Хан использовал всю спиритуальную силу. Кое для чего еще. Подарок для вас. Подарок? Что это? Следуйте за Ханом. Древняя телепортационная сеть снова открыта. Используйте тотемы телепортации по миру. Телепортируйтесь в места, которые вы посетили. Вау, вот это пригодится. Особенно, если ты хочешь поймать Нексамонов, которые доступны в специальных, в особенных регионах. Хан должен вернуться в скрытую деревню. Хан должен защитить ее от Некса Лорда. Что ты сейчас будешь делать, Дина? Вы не против, если я останусь с вами подольше? Я хочу тоже встретиться с мастером Ульзаром. Ну ладно, значит решено. Мы должны найти Смотрителя Психика в этом месте, чтобы призвать дух Ульзара и получить его помощь. Эй, что насчет твоей подруги Элли? И также доктора Марго? О, ученик Хана может помочь найти друзей тоже. Тогда пойдем. Неплохой дакоподгон устроил Хан, не правда ли? Теперь вы можете использовать тотем телепортации. И угадайте, что это значит? Эй, хочешь использовать тотем телепортации? Да. Это значит, что теперь мы можем увидеть карту игры. Вот она. Вся карта, все наши путешествия, которые мы уже прошли. Мы вышли отсюда из города Парум, затем поднялись в горную деревню, потом спустились чуть ниже к вулкану в город Гнитиа, потом спустились в джунгли Хана, нашли очень легко скрытую деревню, и сейчас Хан нас телепортировал в фантомную цитадель. И как видите, можно заранее посмотреть всю оставшуюся часть игры и проспойлерить заранее, потому что скрыть это все думаном было бы слишком логично, правда, чтобы не ломать сюрприз. Поэтому мы уже сразу же видим, что сначала пойдем куда-то дальше в тундру, затем отправимся на пляжик, затем доберемся до какого-то города, потом в пустыньку, и потом у нас будет последний забег перед башней Некса Лорда, про которую нам уже не раз говорили, что она там есть, и это вполне очевидная финальная часть игры. Ну, спасибо, что сами все проспойлерили с помощью интерфейса, потому что я бы сам так-то не знал бы всего этого, если бы это все не было так видно. Но факт есть факт. Мы можем сейчас отправиться, например, в город Парум, и заглянуть к себе домой, посмотреть, что там наши родители делают. Правда, иногда происходит вот такая фигня. Видите, что экран сдвинулся в сторону? Это потому что что-то зависло после телепортации, и игру после этого нужно вырубать, к сожалению, что, конечно, не очень удобно. Так, ну ладно. Заодно прокашляться. Всё, готово. О, я уже почти 6 часов наиграл, офигеть. Ещё денег столько, 66996. Красиво, правда? Ну, это потому, что я как раз таки не трачу деньги на... на эксоловушки. На них очень много денег уходит, если заниматься ловлей на эксамонов. Так что я все эти деньги сэкономлю для летсплея. Ну и, как видите, автосейвы постоянно работают, поэтому даже вот такие глюки не мешают проходить игру дальше. Просто перезагрузили, и вы всё равно на месте уже. И вот мы снова дома. Всё та же воронка, которую устроил Некса Лорд, по-прежнему останется здесь как позорное напоминание того, как у него бомбануло. Хе-хе-хе. Да. Посмотрим, что там наши родители делают. Мы про них уже совсем забыли, правда? А вот они стоят здесь, двое бездельников. Высокотехнологичных бездельников, конечно. Некса Лорд сильнейший тренер Нексамона в мире, ты знал? У него огромные планы на будущее, и учёные вроде нас помогают ему превратить... воплотить их в реальности. А мы не можем сказать нашим тупым родителям, что Некса Лорд очевидно злой, потому что он делает злые вещи, на него работают злые люди, один из которых ещё и оказался ненастоящим человеком. Нет, мы не можем этого сделать, потому что наши родители тупые. Они нас не послушают. Что? Машина, над которой я работаю? Хе-хе. Извини, парень, но ты слишком молод, чтобы понять такое. Ну и, собственно, всё. Вот она роль наших родителей. То есть они вроде как важные учёные, участвующие, ещё и очевидно участвующие в злом плане злодея, в чём они сами признаются, блин, нам прям в открытую. Но ничего сделать мы с этим не можем почему-то. Можем просто уйти и надеяться, что этот злодей не захочет потом избавиться ещё и от них, перемочить их, когда они перестанут быть ему нужными, эти тупые учёные. Ну вы понимаете же, тупые учёные, они не сознают, что они делают. Они всё время вдумывают всякую хрень, которая приводит в итоге к концу света, и в итоге они сами обычно бездарно умирают в процессе, когда их мочит очередная бяка, которую они нас создавали. Так что не жалко, в принципе. Даже это хоть и родители наши, это всё равно тупые учёные клишированные. Так что и фиг с ними. Так, мы нашли суперзелье, а вот это уже хорошо. Ну и теперь пора изучать новый регион, очевидно. С джунглями мы закончили, и сейчас у нас эдакая тундра... Блин, не тундра, как она называется? Лесостепь, что ли? Без понятия, в общем. Так, главное в этой лесостепи не упустить ништячочки. Тут также, конечно, многие другие Нексамоны прячутся. Но мы не будем тратить на них время, потому что, видите, я включил репелленты, поэтому все Нексамоны сейчас у нас исчезают вот так загадочно, когда мы пробегаемся по ним. Думаю, мы достаточно уже рассмотрелись на обычные дикие битвы, поэтому не будем сейчас на них отвлекаться, иначе мы этот сюжет будем проходить ещё, не знаю, до Нового года, наверное. Ты двигаешься в цитадель Гильды? Или Хильды? Хильды, да, Хильды. Хм. Ну, удачи, мой друг. Такой таинственный молодой человек, но нет, не подумайте, он в сюжете не участвует, это просто рандомный НПС, которым нарисовали такую уникальную внешность, и всё, мы его не увидим нигде больше. Может быть, это отсылка на каких-нибудь бейкеров или патронов, которые поддерживали разработку игры, может быть, им разрешили создать своих вот таких вот людишек, как в Hollow Knight, и, знаете, есть куча жуков, которые посвящены, собственно, тем, кто поддерживал игру на Кикстартере. Может быть, и здесь то же самое. А тут внезапно привидение. Буквально. Беги, беги, разворачивайся! Хильда, Хильда сошла с ума! Весь город проклят! Беги! А ты-то чё, не бежишь? Вау! Настоящий город-призрак! В буквальном смысле, нифига себе, правда. А? Что здесь происходит? Что это за вещи? Какие вещи? Тут люди, а не вещи. Сам ты вещь, железка летающая. Но даже если люди здесь призраки, это не значит, что мы не можем зайти и пограбить их, правда? Воспользоваться, так сказать, ситуацией. Теперь-то они нас точно не остановят. Хе-хе-хе! Че у нас тут есть? Нексатрап, спасибо, щел, спасибо! Да уж! О, привет, ребёнок! Здорово видеть людей, на которых типа влияло проклятие Хильды. Просто занимайся своими делами, и всё здесь будет нормально с тобой. Что бы ты ни делал, не бросай вызов Хильде. А могу я бросить вызов вашему супчику? Эх, вы же уже призраки, вам явно теперь супчик не нужен. А я бы хотел... Причём, вроде бы, если их прокляли, то, видимо, прокляли ещё и мебель. Вон, видите, как гиван засран и разорван. Хе-хе, капец. Или тут, не знаю, несколько лет, что ли, вы были прокляты. Всё паутины заросло, какой-то кошмар. Хм, смотритель? Да, Хильда живёт в северном регионе. Ты же не собираешься с ней встретиться? Хм, хм, хм. Тоже, опять-таки, такой загадочный чувак, который никак не имеет никакого отношения к сюжету и просто здесь стоит. Тоже, может быть, отсылка на кого-то. Или это просто наполнение такое информационное. Типа, в таком загадочном месте будут находиться только загадочные и подозрительные люди, даже если они никак с этим местом не связаны. О, боже, ты не местный, не так ли? Тебе лучше уйти немедленно, ребёнок. Только жуткая судьба ждёт тебя в этом проклятом городе. Тебя предупредили. Смотритель Хильда, ведьма, наслала ужасное проклятие на наших людей. Теперь все стали призраками. Много тренеров пытались остановить её, но она находится за бесконечным лабиринтом, который никто не может решить. Хмык, я больше не выдержу. Почему смотритель Хильда забрала наши тела? Вот как на... Вот до чего дойдёт Тексалорд, чтобы нас контролировать. Бедные люди. Так, стоп, а если она забрала их тела, то куда они делись? Они где-нибудь там валяются и гниют у неё в подземелье, у этой самой Хильды? Надо будет узнать. А сначала давайте-ка узнаем, остались ли здесь какие-нибудь ненужные вещи, которые можно позаимствовать у местных жителей. Так. Это я буквально сейчас оторвал от граммофона трубу или что? Нифига себе, конечно, я бешеный. Стырили деньги из кружки, самое логичное место, где их можно копить. Хотя, если они ходят и побираются с кружечками, бренчащими монетками. В общем, как видите, дикое такое атмосферное место, где всё уже заросло паутиной, потому что вполне очевидно, что это не потому, что люди призраки, а потому что они все свиньи, поэтому всё уже было у них изначально загажено. И даже бедная медсестра стала призраком. Капец, правда? Даже её не пощадили. Ох, тебе не стоит быть в этом городе. Тебя нужно вылечить своих Наксамонов? То есть... Призраки, в общем-то, не сильно отличаются от людей, у них те же самые эмоции, та же самая физика, они тоже взаимодействуют с предметами. Видимо, их тупо перекрасили, вот вам и все призраки. Что? Ты не призрак? Тогда чё ты ждёшь? Вали отсюда, пока можешь. Если Оверсиль... Если Смотритель Хильда найдёт тебя, ты будешь в ужасной опасности. Даже хоть мы и призраки, мы всё ещё можем сражаться в битвах Наксамонов. К счастью, лечебный центр и магазин всё ещё открыты. О, как удобно, правда? Что, ничего здесь, что называется, не испорчено. Весь функционал полностью действует, а даже призраки могут с нами сражаться, видимо. Как же это здорово. О, это же один из Нексагарда. Нексагард очень сильно пытался справиться с проклятием этого города. Но единственный, кто может убрать его, это сама Смотритель Хильда. Она прячется за бесконечным лабиринтом, который она создала к северу. Её психические силы ужасающие. Ну, вернее, Ридикулус. Просто невероятные. Просто немыслимые. Вы поняли, короче говоря. И, кстати, кажется, нам вот туда, на север, нужно идти. Но, разумеется, пока что не станем этого делать, потому как, если мы видим, куда нужно идти, то нужно в первую очередь идти в другую сторону, чтобы найти всё, что можно найти. Так, и потырить всё, что можно потырить. А тут вообще нифига нет. А, нет, стоп, есть, есть. Вы нашли Экспшейер. И вот так в рандомном доме нашёлся ещё один полезный предмет из мобильного магазина бывшего. Нажмите... Нажмите. Наденьте эту вещь в инвентаре, чтобы разделять опыт между всеми членами команды. Он не... Не стакается с такими же вещами. Ну да. Теперь, если мы захотим, собственно, чтобы у нас скачалась вся команда, нужно активировать Экспшейер, и опыт будет получать не только Фетидум, но и все остальные. То есть, по одной шестой от каждой битвы будут получать все Нексамончики. В покемонах такое тоже ввели в шестом, седьмом и восьмом поколении. Но там, конечно, получше немножко. Там не одна шестая, так кажется, побольше. По 50%, кажется, опыта получают все остальные. Ну, в общем, эта вещь может быть полезна, потому что теперь я могу спокойно драться за Фетидумчика, и все остальные будут получать немножко опыта, и в итоге качаться до своих эволюций. Ну, посмотрим. Пока что я эту активировать не буду, потому что мне нужно всё-таки перекачивать своего Фетиньку, чтобы можно было и дальше всех расхреначивать. Хе-хе-хе-хе. Как же мне это нравится. Я понимаю, что это не сбалансировано слишком быть таким, что называется, ваншотящим. Ну, да и ладно. Так, 100 рублей, круто. Нужно ещё на юг сходить, не забыть. Мы же ещё магазин не посетили. Так, где он там у нас? Интересно, как думаете, какого цвета будет призрак Рона? Берегись, это конец мира, ты разве не видишь? Наксалорд восходит в силе, и смотрители подчиняются его безумным командам. Все тренеры, кто бросают ему вызов, больше никогда не появляются. Что же мы можем сделать? Нехорошо, нехорошо. Наксагард отправил меня, чтобы расследовать смотрителя Хильду, но она поймала меня врасплох, и теперь я призрак. Я не могу связаться с командованием в таком виде. Мне нужно вернуть своё тело. Блин, бедные люди. Если из них реально выбили дух, и у них нет тел, то, видимо, тела реально где-нибудь там складируются и гниют сейчас. Довольно печально. Эта дверь закрыта. Опять. Опять они закрыли дверь, чтобы не дать мне разграбить жильё. Что ж ты будешь делать, а? И, скорее всего, это тоже ещё одна дверь, которая не откроется. Есть пара дверей, которые откроются по сюжету, но не все. Все остальные так обдут заперты. Обидно. Ты знаешь, а быть призраком не так уж плохо, как кажется. Ты никогда не устаёшь, не хочешь есть и не болеешь. В смысле, ничего? Ничто не может нам навредить. Даже сам Энекса Лорд не может, понимаешь? Теперь я сам хочу стать призраком, блин. Реально, как же это было бы здорово, представляете? Сидишь ты такой и спокойно снимаешь летсплей весь день. Тебе не нужно ни есть, ни спать, блин. Я мечтаю об этом просто. Играешься в игры, блин. Снимаешь видосики, рисуешь арты. Я тоже хочу такое бессмертие. Подскажите мне, куда мне записаться, чтобы попасть на приём к Хильде? Я тоже так хочу. Эх. И меня тут же подкидывали огнетушители, чтобы я, что называется, потушил свою горящую задницу от того факта, что я не могу стать призраком. Хе-хе. Спасибо, блин. Эй, а ты почему не призрак, кошара? Что за читер? Почему он этого избежал-то, интересно? Вот такой загадочный персонаж, главное, даже понятия не имею, что же с ним такое. Нифига, у меня же там 23 зелья. Ничего, блин, не использую вообще. 19 эфиров. Хе. Ужас какой-то. 12 воскрешалок. И даже эликсиров. Самых лучших уже 4 штуки. Да уж, здорово. Мне всего этого барахла хватит на долгах, видите. Поэтому можно пока что ничего не покупать. Что же это за каджит такой хитрый-то, а? Почему ты не стал призраком? Я пыталась сразиться с Хильдой, но я не смогла даже добраться до её особняка. У неё там есть какой-то бесконечный лабиринт. Почти никто не смог его пройти. Тьфе. Я должна подготовиться, если я хочу победить смотрителя Хильду. Только я могу спасти этот город от проклятия. Я должна купить достаточно вещей. Спасибо нашему жлобу Рону, который в таком ужасном месте продолжает продавать вещи, а не давать их бесплатно, правда? Потому что ему же совершенно невыгодно, чтобы его посетители были настоящими, а не призраками. Которым ей нужно есть, спать и лечиться. Да уж. Ух. Я должен быть элитным тренером. Как я смог проиграть этому смотрителю? Что же я теперь всем скажу? Тоже ещё один бедный чел из Нексагарда. Ну, как видите, полиция здесь всё такая же бесполезная, как и в покемонах и в других вселенных. Всё должен решать маленький ребёнок за всех. Без этого клише, к сожалению, никак никуда не деться. Ну, очевидно, что за эту серию мы уже не успеем пройти лабиринт и добраться до Хильды, поэтому давайте сначала сходим, что ли, на восток. Посмотрим, что там есть интересного. Впереди находится владение Хильды. Те, кто заходят слишком далеко, никогда не возвращаются. Психические силы Хильды создали идеальный барьер против всех нарушителей. Бесконечный лабиринт, который поглотил множество приключенцев, вроде тебя. И вас, видимо, она назначила просто, чтобы вы всё это рассказывали, правда? Ну, спасибо вам за это. Так, в общем, давайте-ка напоследок исследуем местность вот здесь вот, куда нам не нужно идти, в принципе. Так, чё тут ещё есть? Опаньки. У нас тут есть ещё здание, которое мы не посещали. Хм, не прерывай меня сейчас. Это проклятие. Должен быть способ убрать его без сражения с этой безумной осмотрительницей. Да уж, смотрите ли, что прям фрик за фриком, что называется. Какая-то несчастная девушка плачет, плачет, плачет без конца. А как она это делает вообще? Откуда у призраков слёзы? Они же не едят, не пьют, им ничего не нужно. Ну, такие уж условности. Так же, как и такая условность, что я могу зайти к вам в дома и безжалостно всё украсть. Что не прибито к полу, что называется. Эх, как же это цинично. Да кого волнует скрытая деревня? Это место гораздо более интересное. К сожалению, я попался в проклятие Хильды, так что я не уверен, что теперь делать. Хм, это тот же чел, который был там, который искал деревню или нет? Хм, без понятия. Когда я услышал, что есть город полный призраков, я просто был обязан прийти. Это ошеломляюще. Смотрители Нексалорда действительно такие мощные. Ну да, это действительно очень сильное колдунство. А почему Хильда не могла сделать это с Нексалордом самим? Ну, в принципе, надо у неё это и спросить как раз. Почему она такая подлая? Проклятие Смотрителя также повлияло на некоторых странных Нексамонов в этом регионе. Не заходи слишком далеко. Похоже, что её силы продолжают расти. Скоро весь мир будет проклят. Это мы выясним. Я путешествующий торговец, так что проклятие Хильды не попало на меня. Но что же я могу сделать? Я сам плохой тренер. И никто не может быть достаточно сильным, чтобы бросить вызов Хильде. Ничего-ничего, мы с ней сами разберёмся. Чё, в колодец нельзя залезть, к сожалению. Блин, жалко. Зато можно залезть в ещё какой-нибудь дом. Как же хорошо, когда тебе не нужно справляться с запертыми дверями, если дверей вообще нет. Правда? Так удобно? Эх, без моего тела я не могу вычистить это место. Смотрители Некса Лорда по-настоящему злые, не так ли? Я видел стольких тренеров. Я видел, как множество тренеров заходило во владение Хильды, но никто из них не вернулся. Даже не пытайся использовать эту... Даже не пытайся исследовать эту зону, парень. А что вы парьтесь-то? Вам же как раз-таки и не нужно теперь ничего чистить. Вы же призраки, вам ничего не нужно. Офигенная жизнь, не правда ли? И этот мастер-болл вам тоже не нужен. Хе-хе-хе. Ой, блин. Я прям не могу перестать поражаться тому, какой же я всё-таки бесчувственный человек. Тут люди мучаются от того, что стали призраками, а я их ещё и обобрал. Хе-хе. Вот он последний старый порт. И как видите, то, что один из них... То, что все люди являются призраками, не значит, что один из них не захочет с нами подраться. Внезапно, правда? Ну давайте проверим, что он там может показать там. Даже если я призрак, я не перестану тренировать своих Нексамонов. Я не перестану сражаться тоже. Вот это я понимаю, по-настоящему упертый человек. Ничто его от тебя остановит. Даже, собственно, смерть, что называется. Потому что, опять же, их тела-то, скорее всего, тоже уже навряд ли пригодны к жизни. Термофлай. Так интересно состоит из кусочков этот термофлай летающий. Ну да, можно ещё полюбоваться на интересы и дизайны. Ну и на тех, кого мы уже видели. Я уже предупредил, что в этой игре почему-то многовато Нексамонов не показывают, потому что тренеров в целом мало. Да ещё и некоторые используют тех же самых Нексамонов. Вместо того, чтобы показать нам весь ассортимент, что называется... Ой, какой классный пушистенький енотичек. Жаль, что придётся его тоже пристрелить. Блин, хочется полюбоваться на них подольше, но вот нельзя. Надо же торопиться. Вау. Целая летающая личинка мумия. Это как нинти-пират-зомби-робот практически. Левел ап. Те, полагаю, нелегко тренироваться, будучи призраком. Почему нелегко? Тебя же на Ксамоны не призраки, на удивление, а самые обычные. Тренируйся сколько влезет, тебе же не нужно есть и спать. Эх, блин, быть призраком всё ещё круче, чем быть человеком, понимаете? Мне плевать, если я призрак. Никто не остановит меня от рыбалки. Впрочем, я ничего не поймал в последнее время. Интересно, водные Нексамоны тоже стали призраками? На самом деле нет. Вот они все тут бегают, можно с ними припрежнему махаться. Но мы этого делать уже не будем, потому что пора будет скоро завершать серию. Как раз сейчас добежим до конца этого порта. Сюда можно было не идти, потому что очевидно, что это место пока что нам не нужно в целом, а нужно идти в другую сторону. Но зато я заранее его исследовал и показал вам, что тут тоже есть людишки, которых не останавливает даже превращение в призрака. Один тут дерётся со всеми, а второй рыбачит. Да уж, мне бы такую целеустремлённость в жизни, знаете? А то уверенности порой не хватает в том, что я занимаюсь правильным делом. Мне тут нужно бы летсплеить АУшки по Undertale и Deltarune, потому что они заходят зрителям. А я тут снимаю Нексамончиков, которых смотрит пара десятков человек в лучшем случае. Но в любом случае, даже если это пара десятков человек здесь сейчас со мной, то спасибо вам за это большое. Ну, мы уже в следующей серии, разумеется, займёмся поисками этой самой Хильды. А сейчас я прервусь и сразу скажу, что между сериями я, наверное, денёк отдохну от летсплеев. Залью все эти четыре серии, которые я на сегодня наснимал, потом денёк отдохну. И в процессе отдыха я также прокачаю всю свою команду, чтобы они все у меня дошли до следующей эволюции. Можно, кстати, сразу же посмотреть, что у меня там в датабазе. Вот видите, я поймал 18 Нексамонов и увидел ещё весьма такую большую приличную кучу. Так. И, кстати говоря, Покедекс этот сразу подсказывает, на каких уровнях они эволюционируют. Вот наша Гульпепуля эволюционирует на 32-м уровне, а Темпестра тоже на 32-м. А Барвер почему-то на 30-м всего лишь там. Фетидум уже готов. Асса эволюционирует на 36-м, самый поздний уровень. Так. А Фриллия на 36-м тоже, на самом позднем. И также у нас есть в Покедексе Вентра, которую мы сейчас побили. То есть, как видите, сама игра сразу же спойлерит, что эти Нексамоны, они всё-таки настоящие полноценные Нексамоны, которые могут стать частью нашей команды. Даже несмотря на то, что это злые люди. По крайней мере, какими они притворяются. Но сам по себе поворот неплохой, правда? Думали, что это люди, а это, оказывается, древние мифические Нексамоны, которые какого-то хрена не были уничтожены. Видимо, потому, что мастер Ульзар был слишком добреньким. Применил, видите ли, милосердие и пощаду, вместо того, чтобы жестоко замочить ножичком всех. Как это делает Фриск на пути геноцида. Ну, вы поняли. Всё. Сейчас как раз хороший момент, чтобы отдохнуть. И также воспользоваться телепортационными тотемами, чтобы пролететь лишний раз по предыдущим локациям. И, может быть, там покачаться в более удобных местах. Но это всё будем делать, разумеется, за кадром. И в следующей серии продолжим изучать местность и узнавать, что же нас ещё ждёт в этом интереснейшем сюжете, в котором постоянно происходит что-нибудь новенькое. Ведь, как вы уже заранее могли увидеть, у нас ещё впереди примерно половина приключения. Так что, сейчас у нас будет хорошая передышка, прокачка и всё остальное. И мы скоро продолжим.